Доброго времени суток дорогие друзья мы продолжаем кататься по вайомингу я продолжаю отвечать на ваши вопросы которые вы пишете под видео игра опять обновилась так что-то там сообщение что ли а где эта компания да вот почта новые маршруты негабаритных перевозок хорошо будем аметь ввиду будем аметь ввиду так и клавиши мне переназначили связи с обновлением там что-то видать для шлема виртуальной реальности или отслеживания головы ну датчиков вот этих вот короче говоря сбили все значит взял я уже груз ну как не взяла заявку подал с ривертона в город коде вот сюда вот мы поедем с вами давайте выдвигаться за грузом подождите раз раз уж мы находимся тут подремонтироваться сразу можно вот машину просто перебросила после обновления но слава богу в тот же город так починить все заменить все да давайте починим все 1067 868 и здесь тоже починить все и того 215 а страховка страховка срабатывает до подтвердить все погнали теперь за грузом сюда выворачивать сколько одну милю ну не так далеко хоть тоже хорошо что не так далеко разогнал сейчас бы штраф получил сразу так ну начнем с комментариев наверно каллигула спрашивает привет а сюжетные игры будут наподобие сабнатика или гринхилл выживание либо игру с сюжетом с интересной историей ваня приветствую если игра мне понравится и зайдет то конечно такие игры я не против поснимать тем более тот же гринхилл у меня купленный уже фиг знает с каких времен лежит все весь вопрос во времени одновременно на канале снимается не одна игра поэтому когда я до чего доберусь вопрос остается открытым тоже у самого иной раз планы бывают наполеоновские а осуществить их то времени не хватало тот последний год меня со здоровьем конечно выбил очень сильно из колеи вот когда вопрос встал уже не просто о здоровье о жизни тут немножко было не до игр но планы есть конечно все это будет все это будет все это будет так давайте наверное сейчас мы все таки загрузимся чтобы я не отвлекался и потом уже продолжу читать комментарии вот по поводу комментариев честно говоря не думал что так быстро будут вопросы набираться но очень рад очень рад что народ чем-то интересуется что многим такой формат видео зашел мне кстати тоже это я уже наверное говорил но повторюсь эдакий стрим офлайн получается то есть многие путают серии обычные со стримами так вот для них специально хочу сказать что стрим это прямая трансляция либо же запись прямой трансляции а вот то что я сейчас записываю это обычные видео но с учетом того какой формат мы выбрали это больше похоже да на стрим офлайн то есть на стриме что происходит спасибо зрители это я кусту сказал спасибо зрители задают вопросы в чате стример на них отвечает в прямом эфире так ну я вот отвечаю не в прямом эфире отвечаю уже теперь в записи так сейчас начнутся танцы с бубном там очень неудобное место парковки для загрузки сейчас мы будем выплясывать хотел сказать с мэтью нет здесь у нас персонаж отсутствует здесь я за рулем сам своим пешком о кажется попал да попал нормально двигатель глушится загружаемся загрузка груза так вот вот такая макулатурка 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 блин не получается как французы это горловое рычание давайте скриншотище я организую на обложечку так где тут у нас теперь скриншоты блин вот это меню макулатурка вот как бородач получается как французы да что такое как французы нет так о чпоньк пойдет пойдет погнали погнали только сначала на карте обозначу я те места в которые хотелось бы и можно заехать да а а здесь собственно по дороге и не будет ничего единственное что можно вот этот трофей ну до него мы не доедем ладно как есть так есть может быть комментарии не закончатся к тому времени как мы приедем так что вот сколько коробок разодранных и сложенных разобранных разобранных так поехали дальше по комментариям лукаш спрашивает три вопроса от лукаша были ли игры фильмы или книги которые полностью не оправдали возложенных на них ожиданий да были но на вскидку сейчас я даже вот и не вспомню книги точно были вот но это были в основном детективы наверное поэтому они мне и не запомнились потому что они не оправдали вот этих вот ожиданий видимо поэтому я их не запомнил по играм по играм здесь немножечко проще чтобы понять нравится тебе или нет игру можно сразу не покупать а допустим как я раньше делал скачивал пиратки не понравилось удалил и все вот а сейчас я смотрю обзоры на эти игры смотрю геймплей как вот она заходит мне не заходит ну и смотрю системные требования это уже во второй позиции плана вот посмотрел все если игра зашла ну как понравилось то покупаю если не понравилось то не покупаю а так конечно есть а по фильмам по фильмам тоже было но фильмы я уже очень давно не смотрю где-то с 2015 года как-то отошел от телевизора и практически туда не заглядываю новости в основном в интернете читаю по фильмам тоже были фильмы которые не оправдали ух ты какой поворот обманчивый надежд причем эти фильмы были как-то распиарены прям таким образом что чуть ли если ты его не посмотришь то пол жизни потеряешь вот в таком плане была реклама но посмотрев его ты понимаешь что ты зря потратил время как-то так второй вопрос были ли попытки поиграть во что-нибудь из серии герои меча и магии и подобных стратегий вот именно герои меча и магии я не играл поэтому не знаю что это за стратегия но приблизительно представляю может быть это что-то наподобие стронгхолд вот если стронгхолд то я играл в первую вторую часть и пытался играть в третью часть ну потом другим чем-то улегся казаки снова война любил очень игру если такие вот стратегии взять вот а именно герои меча и магии такую не играл я не помню даже ой не то что не помню не знаю даже что там у нас есть площадка для обзора нельзя конечно двойную сплошную пересекать но нам можно никто же не видит правильно так давайте посмотрим что тут у нас парк штата бойсен вот скриншоты кстати с f12 на f10 переправили из-за того что на f12 там какая-то коррекция поворотов головы появилась или фиг знает что но это я говорю или для шлема виртуальной реальности или же для вот эти вот датчики на голову цепляются чтобы камера зависела от поворотов головы вот эта фишка я не помню как она называется но что то такое есть красиво красиво вот с этим обновлением кстати фризы вот эти как вы видели никуда не делись вот многие жалуются на то что графика стала более требовательная так что придется наверно с высоких на средние настройки съезжать сейчас опять на скриншотчу тут честно говоря самому вот в стиме иногда ломы бывают чужие скриншоты щелкать там по 30 по 40 скриншотов а сам вот этой фигней занимаешься ну ничего не поделать такой вот я так и третий вопрос от лукаша давно разучился смотреть любые видео на нормальной скорости теперь только ускорение в два раза минимум как у вас отношение к такому подходу я так не делаю создается впечатление что вы смотрите видео на такой скорости чисто чтобы поржать какой там голос будет у ведущего да или наоборот помедленнее вот но я такой подход не знаю не приветствую если вы хотите поржать над видео спору нет а если хотите именно посмотреть понять то я бы не стал увеличивать скорость но это дело каждого это дело каждого хотите ржите над моим ускоренным голосом только в черновый куст не бросайте как-то так шурик 43 спрашивает так сейчас скорость сбавим алексей здравствуйте подскажите как вы берете внешние грузы как это вообще работает заранее спасибо шурик нужно будет зарегистрироваться на сайте world of tracks я если что ваш комментарий найду и там ссылочку на этот сайт оставлю зарегистрируйтесь потом нужно будет привязать к этому сайту свой то ли игру то ли steam аккаунт я уже не помню давно это все делал вот так кстати обязательное условие чтобы у вас была лицензионная версия игры на пиратке это сделать не получится так что если у вас пиратку и пиратку если у вас пиратская версия то вопрос отпадает сам собой вот а если лицензионная то то ли профиль steam то ли указать а указать место нахождения игры на компьютере это по моему нужно было для сайта мультиплеера не world of tracks а как он там назывался я уже не помню честно говоря вот а здесь по моему все таки аккаунт стима нужно привязать где у вас куплена вот игра как то так все это работает роман вовк спрашивает здравствуйте алексей вы из караганды а разговариваете ли вы на казахском роман немножко совсем немножко вот я бы сказал даже прям совсем немножко почему потому что в школе мне языки очень тяжело давались я мало смог выучить будь то казахский английский язык не важно тут не от языка на самом деле зависит тут все зависит от меня самого вот почему то мне точные науки давались проще запоминались вот эти вот все теоремы из геометрии формулы из алгебры законы физики вот а как то вот русский язык литература казахский язык английский язык вот у нас были в школе с ними тяжело приходилось и очень тяжко давалась химия вот химия прям вообще от ас я тупо не въезжал в нее вот как то так поэтому моих знаний не хватит даже для элементарного разговорного языка но кое-что знаю кое-что понимаю вот как то так вот у нас в казахстане официально государственный язык казахский но язык межнационального общения русский поэтому поэтому можно прийти в магазин попросить что-то на русском языке и тебе без проблем тебя без проблем обслужат и ответят также на русском вот за это огромное спасибо нашему дорогому правительству и надписи везде идут на государственном казахском языке и дублируются чуть ниже на русском так что как то так андрей горащук спрашивает алексей как известно youtube в россии убрал монетизацию в казахстане осталось как насчет игр приключений нравятся и хотели бы ли вы в них поиграть так монетизацию в казахстане и до оставили но я вам скажу если смотреть с финансовой точки зрения толку с нее практически ноль почему потому что основная масса зрителей все-таки с россии вот после того как уважаемый наш youtube отключил рекламу в россии у меня доход упал на ютубе на 80 процентов так что так что как то так вот и по показателям процентным зрителей на первом месте россия по моему около 70 процентов зрителей на втором месте украина 16 или 17 процентов потом идет беларусь около 5 процентов и на четвертом или на пятом месте казахстан по моему 2 или 3 процента зрителей из казахстана меня смотрят вот так что монетизация казахстана не особо влияет да практически не влияет вот как то так потом после казахстана идет германия латвия молдова ну и дальше я уже не помню честно как то так эндерфин правильно я надеюсь прочитал ваш ник здравствуйте я хочу посоветовать игру слайм ранчер и слайм ранчер 2 я в них играл и мне очень понравилось именно эта игра кстати хорошо подойдет для канала можете посмотреть что это за игра в интернете вы знаете я посмотрел я посмотрел нет к сожалению это не мое если я начну ее снимать никакого удовольствия от этого я не получу а как известно если автор видео не получает удовольствие от того что он снимает то такое видео вряд ли понравится зрителям потому что они сразу вот эту неприязнь заметят что снимающему видео игра не нравится так что как то так извиняйте но такой игры у меня не будет геннадий спрашивает призы призы вероятно от графики что то смотрел уже не помню где какое то сглаживание там добавили так это не вопрос я не знаю почему я включил этот комментарий вот народ я не все комментарии включаю кстати к прочитыванию включаю только те которые вот именно с вопросами здесь видать что то ошибся ну да об этом я уже говорил что в графике и такое что то добавили они что стали и фризы и фпс стал падать но они же ориентируются на крутые компы вот с каждым годом компы все круче и круче становятся вот они на них ориентируются под них всю графику подгоняют а для нас крестьян ну играйте на минималках либо власти в кредиты и покупайте крутые компы наверное какая то такая политика идет за прогрессом не угонишься короче говоря тем временем мы приехали мы приехали а я еще половины комментариев даже не прочитал все как обычно но ничего сейчас тогда еще один рейсик возьмем так если вы торопитесь да это не тороплюсь я где куда ага вон аж куда нужно ехать куда то вниз сюда интересная точка разгрузки у меня такой еще не было а и вон туда блин как же неудобно все а а и всего 40 очков опыта вот за такую парковку давали ну как по мне иногда вот с 90 экспи опыт проще парковаться чем здесь с 40 да я говорю не заметил по моему 40 экспи давали вот за эту парковку сейчас посмотрим ой сейчас врежусь чуть чуть не врезался что сегодня у меня с парковками прям беда беда не с той ноги не с той ноги встал не идет не туда руль крутится о ес ес обхс разгружаемся разгружаемся так давайте посмотрим что у нас следующее можно взять вот они внешние грузы из города коди например в город джексон чего нибудь есть есть в каспер о как двести шестнадцать миль а далековато как то джилет лучше для мужчины нет коди 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 лорел это не тудыть каспер блин так а в бирже грузов может что то есть в этот самый джексон коди коди лорел лорел ривертон это назад и опять в каспер ну что такое так надо наверное поспать все таки проехаться так а что я куда я на точку отдыха точка отдыха у нас черти где расположена ну давайте поедем отдыхать вот сюда и заодно но фотографируемся вот тут вот и и а и Продолжение следует... Так, сколько? 7 миль. Давайте, наверное, доедем, отдохнем, выберем груз, а потом я уже продолжу с комментариями. Сейчас вот где-то примерно половина осталась. Ой, долго сейчас будем мы эти 6 миль ехать? Очень долго. Ладно, зачитаю, наверное, комментарии. Пока скорость небольшая. Дед Саша спрашивает. Леша, здравствуй. В одной из серий... Сейчас, минутку. Движение такое. Давай, 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 поршнями шевелим. Так, ну-ка, вот это вот, блин, сглаживание. Как мне сказали, добавили графика. Ограничение кадров 60-30, вертикалка выключена. Вот именно фризы. Масштаб 150%. Может масштаб поменьше сделать, а? 125 все-таки, вот, сглаживание. С МММ плюс ТАА. И как вот понять, какое из них какое? Ладно, пока оставим. Затемнение, резкость. Масштаб отражений. Качество теней. Давайте качество теней на высоко поставим. Вот просто, ради интереса. Может быть, поможет все-таки. О! Смотрите. Все автомобили загадочным образом исчезли. Ну, круто. Круто. Сейчас желтый загорится. Вот прям подъедем и прям перед носом загорится, да? Нет? Нет? Проскочили. Надо же. О! Еще и 25 миль в час. Вообще замечательно. Так, ладно. Леша, здравствуй. В одной из серий ты продемонстрировал свое... Ой. Своё умение пародировать. Я этот жанр очень люблю и уважаю людей, умеющих это делать. Без пошлости и сарказма. К тем, кого пародируют. В года моей молодости был эстрадный артист. Не помню по имени. Я не помню имени, кажется, Кудрявцев. Он работал в жанре музыкальной пародии. Это было в 60-е, 70-е годы. Попадание 100%. У тебя есть слух. Ты играешь на инструменте. Почему бы тебе не попробовать? Это первый вопрос. Так. Александр, вы знаете, я не думаю, что именно в музыкальной пародии у меня будут какие-то успехи. Да, голоса я подделываю, но по музыке у меня больше все-таки обычные песни. Других исполнителей своих песен, около 400 я написал. В принципе, думаю, для меня этого будет достаточно. Кого-то еще пародировать под гитару. Ну, не знаю, надо ли оно мне. Вот в чем вопрос. Так. И от деда Саши второй вопрос. И главный вопрос. Как ты относишься к творчеству Аркадия Исаковича Райкина? В свое время я тоже пытался пересказывать его интермедией. Говорят, неплохо получалось. Положительно. Только положительно. Значит, когда мне было года 3 или 4, мне вот родители рассказывали, у нас был тогда еще ламповый, то ли черно-белый, то ли цветной телевизор, я не помню. Нет, цветной все-таки, наверное, Фотон 730 с чем-то. Ну, такой вот. Но уже не с ПТК вот этим переключателем галетным на 12 каналов, а был уже кнопочный. Шесть кнопочек там было, они настраивались, забыл, как называются. А, селектор каналов, кажется, уже, да, шестикнопочный. И вот там частенько выступления Аркадия Райкина показывали. Вот у него такая вот прическа была пышная. Вот меня все время завораживала вот эта прическа. Ну, опять-таки, со слов родителей, я сам этого не помню, завораживала вплоть до такой степени, что я надевал на голову свои детские колготки, вот эти вот коричневые там, или еще какие-то штанины наматывал так, чтобы они высоко-высоко над головой стояли. Бегал по дому и кричал «Я-Яйкин! Я-Яйкин!» Вот с тех пор, видать, у меня к творчеству Райкина душа лежит. Вот сын его, Константин Райкин, тоже пробовал, по-моему, с монологиями выступать, но вот у него не так получается. У него больше все-таки по хореографии. Вот он как-то пластично так двигался, особенно если вспомнить фильм «Труфальдину из Бергамо», вот там он прям отплясывал на ура. Вот он, сам Константин, он обижается, что его в танцоры как бы записали. Он себя больше все-таки считает, наверное, мастером в другом жанре. Но, как это обычно бывает, запомнился людям он именно после фильма «Труфальдина из Бергамо» и именно в качестве отличного танцора. Вот как-то так для меня. А у Райкина вот эти вот его монологи, они же в основном были такие сатирические, они четко высмеивали огрехи вот той эпохи, в которую жил Аркадий Исакович. И в то же время его не запрещали. Смеяться раньше над устоями партии и так далее было не то, что не принято. Можно было под статью загреметь. А вот он умел это сделать так, чтобы и цензура его не трогала, и в то же время все это верно подмечалось. Нет, смотрите, фризы все равно остались. Фризы все равно остались. Ладно. Так, сейчас отдохнем, посмотрим еще какой-нибудь груз. Если найдем, значит поедем. Если грузы все будут слишком уж на большое расстояние, то, наверное, комментарии мы перенесем. На следующую серию, те, которые я не дочитал сегодня. Так уже было. Так что ничего страшного в этом не будет. Отдыхаем. Так, ой, ночь. Так, ну ночь, ночь. Все равно, если будет внешний заказ, то... Ой, ну в смысле, нужный нам заказ. Вот в Джексон, допустим. Нет, все-таки коди Лорел Ролл. Лорел. Опять в Каспер. Это уже большое расстояние. Комментарии закончатся раньше, чем мы доедем. Вот я про чем. Так, обновляем. И опять... Опять нифига. Так, а на бирже грузов что-нибудь появилось? Допустим, вот из того же Коди. В Джексон. Из Коди в Джексон. Ривертон. Шеридан. О! Палеты в Шеридан есть, в принципе. 163 мили. И опять Каспер. Блин, но ночью ехать я что-то не хочу. Давайте еще рискнем, отдохнем. Вот так. И сейчас нифига не будет, да? Здесь вряд ли что-то появится. Здесь от времени суток не зависят. Заказы во внешних. Да, тут опять Каспер. О! А, Джилет, а не Джексон. Тьфу ты, елки-палки. Так, ну и смотрим сюда. Биржа грузов. Из Коди. Коррел, Беллингс. Ривертон. Да, убежал тот заказ. Который мне нужен был. Здесь уже не обновишь ничего. В общем, друзья, наверное, на сегодня все-таки будем заканчивать. Вот, не прочитал я комментарии Алекса Курекса. Правильно, нет? Произнес. Муха Жук. Костик. Андрей Тимофеев. Василий. Сейчас еще посмотрю пониже. Прокручу. Василий. Юрий Шевцов. И Дмитрий Агусельников. Вот эти комментарии мы будем озвучивать уже в следующей части. Вот, а на сегодня все. Здоровья вам и удачи во всем. Пока. А, ну и, кстати, под этой серией, да, продолжайте задавать вопросы. Мы их включим обязательно. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... ... Субтитры подогнал «Симон»